21 и может быть выше. Макроэкономисты начали массово пересматривать прогнозы поставки после ее повышения. Сейчас некоторые эксперты ждут целые 25 процентов. Инфляция пока не отступает. Тайфун Эльвира. Индекс российских гособлигаций RGBI пробил минимум в 22 года и сейчас торгуется ниже 97,5 пунктов впервые с 2009. Когда уже конец и что стоит делать инвестору? Сейчас мы это все обсудим. С вами Никита Макаров. Это облигации главное. Но даже флоутеры не спасают от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. За неделю корпоративные бумаги с плавающим купоном упали на 0,6%. ОФЗ ПК нового поколения в минусе на 0,3%. Возможно, время идти на риски. В этой программе обсудим облигаций и девелоперов. И новое размещение группы компании Simple вместе с ее генеральным директором. А пока к идеям в ОФЗ. Со мной в студии Юрий Тулинов, старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка. Юрий, добрый день. День добрый, Никита. Две идеи. 29.008 и 26.243. Ну, собственно, ОФЗ перед этим не нужно добавлять. Но в чем, собственно, концепция этих двух идей? Сразу оговорюсь, что когда мне написали с вопросом, нужны две идеи про ОФЗ, у меня первая идея была, как в прошлый раз, когда я где-то месяц назад к вам приходил с Алифтиной общался. Я говорил, что ОФЗ, наоборот, продаю. И мне что-то покупать не нравится. Сейчас, если я думаю о том, что ну вдруг так сложилось, что я, например, не успевал пока сформировать позиции ОФЗ, или я новый инвестор, который еще не успел кучу переоценки потерять по длинным ОФЗ, то я бы смотрел на более короткие бумаги. Обе бумаги, что я выделил, они пятилетние. То есть дисклеймер в том, что я бы, в принципе, вообще не покупал ОФЗ. Вот спасибо, что перевели на русский язык дисклеймер. То есть мы рассуждаем гипотетически. То есть твоя позиция сейчас не покупать ОФЗ вообще? Моя позиция ОФЗ покупать только тем, кто еще не успел позицию сформировать или хочет какой-то очень длинный горизонт занять. То есть если формировать позицию с горизонтом 2-3 года, допуская, что может быть 5-10-15% вниз переоценка краткосрочная, можно занимать сейчас. Если инвестор думает, что увидев большую переоценку, он не выдержит и выскочит, лучше не трогать пока. А если говорить, что не успел, ты имеешь в виду год назад, когда все говорили, нужно заходить в ОФЗ? Или что значит? Или уже надо было позицию по ОФЗ сформировать? Да я сколько смотрю, очень многие брокеры из квартала к кварталу этого года в топ-пике выносят длинные ОФЗ. Поэтому я допускаю, что многие уже послушали и многие видят вот эту пугающую красную переоценку в портфеле. Поэтому, в принципе, когда ты на чем-то теряешь деньги, ну не теряешь, в смысле ты их не вернешь, а в смысле переоценка отрицательная, думать об усреднении, особенно когда правильно говорят про риск дальнейших повышений, очень трудно. Хорошо. То есть и время покупать длину тоже не пришло? Время покупать длину пришло, опять же, для тех, кто готов хорошенько посидеть 2-3 года, закрыть глаза на краткосрочную переоценку и просто радоваться. Ну вот давай тогда, собственно, по идеям. Итак, не 26-243, а 242, но начнем с 29-008. В чем там идея? Там идея в том, что это довольно короткий линкер, он пятилетний, там платится руония плюс 1,4%. Флоутер или линкер? Флоутер. И в нем запаздывающие купоны, то есть это не текущая руония платится, а руония 6 месяцев назад. И сейчас она с запаздыванием не очень высокая, ну как бы она меньше, чем текущая купона. Но когда вдруг мы дойдем уже когда-то до того, что Центральный банк будет снижать ставку, в этот момент она из-за запаздывания будет платить более высокие купоны, чем все другие бумаги, просто потому что она будет вот с этим 6-месячным лагом. Но есть ли смысл покупать перед следующим купоном, да, то есть у нас получается, что он сейчас 102, то есть есть небольшая премия, и при этом он дает ключевую ставку плюс сколько, полтора. И то есть мы получается примерно купим его с доходностью около 18. Пока что он дает около 18-го купона, ближайшие купоны будут 20-21. Но 20-21 это будет уже через год, то есть в апреле мы получим 18-ю ставку. А сколько это интересно к покупке сейчас? Это интересно, если опять же цель посидеть, позиционироваться себя под разные сценарии, я думаю, под сценарий роста дальнейшего ключевой ставки намного лучше подходят какие-то корпоративные линкеры, которые платят месячные купоны, которые переоценивают под ключевую ставку здесь и сейчас. Если мы говорим о горизонте, например, год и о сценарии, что ЦБ, повысив ставку, неважно, 23-25, начнет ее снижать, такие бумаги, как 2908 вполне могут быть интересны. То есть они интересны с точки зрения повышения или понижения ставки? Они интересны и с точки зрения того, что под повышение доход будет расти, и когда ключевая ставка начнет снижаться, все равно база по ним будет двигаться более медленно. Запаздывание. Если говорить про горизонт, ты имеешь в виду здесь год? Хотя бы до конца 2025 года, да. Про ставку. Конкретно твой прогноз. Ожидаешь ли ты снижения ее в 2025 году? Да, наш текущий прогноз, что ключевая ставка будет 17-й к концу 2025 года. Мы, кстати, не пересматривали пока ее в сторону повышения после пяткинечного заседания ЦБ. В пятницу было очень много шуток по поводу Блэкджека. У меня больше было мыслей... Потому что губит не 21, но да, это действительно так. У меня больше было мыслей про покер, и не в том, что... Я верю ЦБ, что он готов ставку повышать долго и уверенно, но я чувствую некий, можно сказать, даже блеф, когда ЦБ говорит, что нету никакого предела, и он будет ключевую ставку повышать до тех пор, пока не обеспечит некий комфорт по части инфляции. Все-таки ЦБ не единственный экономический агент в этой стране, все-таки есть интересы Минэка, Минфина, крупных корпораций, естественных монополий. А как же независимость ЦБ? Он независим, но он вплетен, независимый ЦБ, в очень сложную систему координат. И здесь я верю, что, допустим, если признаков торможения экономики к декабрьскому заседанию будет больше, то мы можем и без хайка пройти. Мы с 25-м годом разобрались. На конец 24-го года ожидайте еще одно повышение. Нет, пока наш прогноз также 21, как он был и до заседания в пятницу. Будем пересматривать прогноз на 22-24. А ваш прогноз был 21 до пятницы или 20 все-таки? Нет, мы ждали 21 в пятницу. Мы ждали, что после этого в декабре будет пауза. Мы пока не пересматриваем этот прогноз. Будем пересматривать. Только если в инфляционных ожиданиях, в инфляции к концу года что-то прям пугающее увидим, тогда пересмотрим. Мы записали еще несколько мнений, причем тех, кто был максимально близок к решению Центрального банка. Давайте посмотрим. 20 декабря мы думаем, что ЦБ сохранит ставку на уровне 21%, но вероятность дополнительных повышений ставки все равно кажется нам высокой. По крайней мере, вероятность такого сценария, наверное, процентов 40. И итоговое решение ЦБ будет зависеть от поступающих данных. Мы все-таки предполагаем, что к концу года инфляция замедлится благодаря тому, что охлаждается экономическая активность, благодаря тому, что, наверное, должно продолжиться замедление в темпах роста кредитного портфеля. И, наверное, на этом фоне у ЦБ будет возможность подождать, просто поддержать ставку на текущем уровне. Мы по-прежнему, как и до этого октябрьского заседания, ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку еще минимум на 100 базовых пунктов до 22%. При этом, если инфляция не будет замедляться и к концу года будет складываться уровень 8,5 или даже выше процентов, то тогда мы допускаем повышение ключевой ставки 20 декабря до 23%. Мы полагаем, что итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций. Мы полагаем, что облигации с постоянным куоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок. Поэтому мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Если говорить про эти прогнозы, довольно много считают, что ставка будет 21, 22 или даже 23. Можно ли говорить о том, что мы пробьем исторический минимум по индексу ОФЗ? По-моему, мы уже его пробиваем каждую неделю. Будем ли пробивать дальше? Вполне. Просто потому, что я, наверное, не соглашусь, что ставка ЦБ – это главное для длинных ОФЗ. Там, скорее, все-таки неопределенность по части Минфина, что до конца года еще нужно занять 2 триллиона. И есть у всех гипотеза, что Минфин, скорее всего, это сделает через длинные... В связи с этим ты ожидаешь увеличения спредов? Я ожидаю увеличения спредов прежде всего по флоутерам. То есть сейчас все ждут, что это будет за счет ОФЗ-шных флоутеров, но корпоративные тоже страдают, потому что если... Ну, по корпоративной сейчас мы буквально через минуту, но вот что касается твоего фикса 26243, ты выбираешь 5-7 лет. Это ровно причина из-за того, что длина не настолько привлекательна, потому что на 26243 и в целом те, которые погашаются в 29-м, 26-242, которые погашаются в 29-м и 2033-м годах, у них как будто бы самая привлекательная доходность. Гораздо привлекательнее, чем те, которые погашаются через 10-15 лет. То есть в этом идея. Идея в том, что, во-первых, это точка, которая дает доходность уже, вот я из офиса, когда уезжал, было больше 19,5% годовых. Во-вторых, там нет риска первичного предложения, или он намного ниже, чем в длинных ОФЗ, потому что Минфин хочет размещать так, чтобы график погашения облигаций был равномерным, а на все ближайшие 10 лет уже куча ОФЗ к погашению, поэтому Минфин не хочет еще новый вдовесок размещать. И если мы увидим все-таки, что ЦБ когда-то переходит к смягчению политики, то по этим выпускам будет больше положительная переоценка, чем по каким-нибудь двухлетним или однолетним. Плюс кривая сейчас уже достаточно сильно инвертирована, то есть у нас получается 20,5% самый короток. Достаточно ли она? Или мы ждем еще больше инверсий? Она может быть и более инвертирована, но если я сравниваю пятилетку по 19,5% и десятилетку по 17,5%, то 200 БП это уже достаточно привлекательно. Это уже достаточно привлекательно. Что касается корпоративных идей, то мы сейчас хотели бы перейти к очень интересному сегменту, который кажется наиболее пострадавшим от повышения ключевой ставки, тем более, что первый удар был нанесен еще после отмены льготной ипотеки, и речь сейчас идет про девелоперов. Но чтобы их обсудить, если там какие-то интересные идеи, мы в эфир подключаем Ольгу Николаеву, старшего аналитика по облигациям Solid Broker. Ольга, добрый день. Добрый день. Ольга, те идеи, которые вы подобрали, они очень любопытные. Это и Брусника, это и Эталон, и G-Group, они все А- и они все, надо признать, очень хорошие с точки зрения качества имитента. При этом, в чем суть идеи, почему вы выбрали именно эти облигации? На самом деле они все разные, каждую конкретную компанию стоит разбирать отдельно, там у каждого имитента есть свои плюсы, есть свои риски. И общая идея состояла в том, что у нас рынок облигаций компании строительного сектора сейчас все-таки по-прежнему состоит в основном из бумаг с фиксированным купоном. Как вы только что ранее в передаче обсуждали, да и в общем-то это повсеместно сейчас транслируется, что на текущий момент, когда у нас цикл ужесточения монетарной политики, скорее всего, не завершен, волатильность на рынке очень сильная, что все-таки следует придерживаться защитной стратегии, а именно инвестировать в афроутеры. На текущий момент не так много имитентов-девелоперов имеют флоутеры, причем флоутеры с адекватным размером маржи к ключевой ставке либо к руоне, потому что ряд бумаг выпускалось в начале года или в конце предыдущего, когда уровень спредов был существенно уже. Поэтому, к сожалению, не такой большой есть диапазон, из чего можно выбрать. И именно этим определялся мой выбор облигаций G-Group, это достаточно хороший, качественный региональный имитент из Татарстана, соответственно, с хорошими показателями по долговой нагрузке, что сейчас будет крайне немаловажно, потому что у нас потребности и сложности рефинансирования у всех компаний будут стоять крайне остро. Что касается эталона, то это просто один из последних имитентов, который был у нас на первичном рынке. И, соответственно, бумага, даже несмотря на негативную ценовую динамику, потому что она сейчас двигается по большей части вместе со всем рынком, который находится под давлением, в общем-то, также предлагает неплохой маржук к ключевой ставке, который, в общем-то, дает повышенное значение купона, особенно после последнего заседания в пятницу. Что касается брусники, я просто ее выделяю как имитент, который традиционно хорошо воспринимается рынком, такой, наверное, один из топ-пиков среди розничных инвесторов, это было последние годы. На текущий момент особо ничего порекомендовать из бумаг компании не могу, потому что там два выпуска с фиксированной доходностью. Но можно обратить внимание, что одна из бумаг достаточно скоро будет погашаться. Это значит, что компания, скорее всего, будет у нас присутствовать на первичном рынке. И в момент, когда будут объявлены параметры нового выпуска, я думаю, стоит им присмотреться. Но вот если говорить про бруснику, то, с одной стороны, вроде как по ней бьет больше всего из этих трех имитентов отмены льготной ипотеки, но при этом они, вроде как, хорошо подготовились. То есть у них и стратегические соглашения с «Газпром Инвест», и вроде сформирована подушка. Но у вас нет ощущения, что тот рост, который они получили за первые полгода, за счет этой высокой базы мы можем увидеть в третьем-четвертом квартале существенное снижение показателей, и это может привести к распродажам в этих облигациях и существенным падениям. Вполне возможно. Я думаю, на текущий момент риски дефолту данной компании, они достаточно незначительны. Инвестиционное решение о покупке либо не покупке бумаг на первичном рынке мы будем принимать уже в 2025 году. Если я правильно помню, там погашение где-то в конце первого полугодия, соответственно, до этого момента... Ну, у них есть оферта, да. Да, соответственно, и вот тогда уже будем понимать, насколько целесообразно. Текущие финансовые показатели, которые они недавно опубликовали, пока не вызывают никаких особых опасений относительно эмитентра. Ну, действительно, доходность... У нас весь сегмент находится под давлением в силу того, что продажи по ипотеке, как вы правильно сказали, очень сильно снизились. Действительно, доходность 30% с оферты в 2025 году выглядит действительно очень хорошо. А если говорить про... Ну, в общем-то, весь сегмент сейчас примерно в этих же цифрах по доходности расположен. То есть, если посмотреть на все компании, там, 26-я, 27-я, либо там, 30-я доходность, так достаточно тесно все. Интересно, наверное, тоже флоутер от G-Group, он тоже не длинный и дешевле номинал, а здесь, наверное, реализовался отраслевой риск, хотя у G-Group вроде как и нету проектов с любоготной ипотеки. Но повлияло ли на ваш выбор то, что купон выплачивается ежемесячно? Ну, как бы ежемесячный купон, это становится уже такой нормой рынка последнего времени, то есть практически все эмитенты стараются делать именно такую структуру выпуска. Ну, поскольку все сложнее и сложнее становится занимать деньги, идет конкуренция за капитал перед инвесторами, соответственно, инвесторам предпочтительно не ежемесячный купон. Что касается там некоторой ценовой просадки, если мы посмотрим на весь рынок, как раздельных фолтеров, то есть не только из сегмента девелопмента, но и из любых других, на последние месяцы идет достаточно сильное давление, как за счет негативной рыночной конъюнктуры, так и за счет избытка первичного предложения от всех эмитентов. Коротко про эталон. Эталон тоже имеет погашение в 26-м году, довольно короткий, но не смущает ли проблемы с корпоративными процессами? Смущает, да, но это как бы, опять же, я вам говорю, что выбиралась бумага, исходя из того, что можно выбрать. Если посмотрите весь рынок фолтеров, девелоперов на текущий момент, там не так много, из чего можно взять, и достаточно узкие маржи к ключевой ставке, соответственно, эталон, как последнее размещение среди данного сегмента, он хотя бы дает там 300 байсных пунктов ключевой ставки, что может в какой-то степени покрывать, ну, даже не в какой-то, а во многом покрывает текущие риски компании. Тем более, что в предалон кредитное качество более-менее у эмитента. Спасибо большое, Олега Николаева, старший аналитик по облигациям Solid Broker. Конечно, у девелоперов много проблем, но инвест-идеи можно и поискать. Впрочем, как и на других сегментах. Совсем скоро будут размещены облигации очень интересного эмитента, и тем, кто подписан на наш телеграм-канал, мы предложили голосование. Итак, размещение облигаций от Simple Group. И мы предложили опрос. Опрос подразумевал несколько вариантов ответа. И даже вариант, который гласит, что я и так много денег оставляю из Simple, не был самым популярным. Самый популярный был ответ «не интересует». Почему облигации Simple Group не интересуют, мы сейчас обсудим с основателем и президентом Simple Group Максимом Каширином. Максим, добрый день. Добрый день. Максим, первый вопрос, который сразу напрашивается. При такой дорогой стоимости капитала, зачем вообще выходить еще с дюбитным выпуском облигаций на долговой рынок? Не стоило ли провести IPO? И дешевле обошлось бы, и, мне кажется, очередь бы выстроилась. Совершенно разные действия. Я бы их не стал сравнивать. И выходить на рынок капитала, ну, мы планировали давно. Это совершенно не какое-то там сиюминутное решение. Мы к нему готовились два года и планомерно занимались. Поэтому долго думали, когда выходить. Потом, когда поняли, что ситуация такая, какая есть и лучше не будет, решили размещаться просто в той ситуации, в какой сейчас мы находимся. Вот и все. Это такая долгосрочная стратегия. Это не первый выпуск, не последний выпуск. Соответственно, пока задача посмотреть на рынок, попробовать и решить, что дальше делать. Но не последний выпуск – это очень смелое утверждение. Мы смотрим на результаты. Результаты вроде как хорошие. Растет все, включая и чистый долг по отношению к EBITDA. Он уже превышает 3% и за последний год вырос на 30%. Нужен ли еще такой дорогой долг? Как вообще будете справляться при такой высокой ставке с такой высокой долговой нагрузкой? Ну, она не такая высокая, как кажется, на самом деле. EBITDA у нас хорошая. Вопрос просто в том, что какая сегодня политика банков. Как мы с ними работаем, как они работают с заемщиками. Банки работают таким образом, что заемщикам не очень комфортно. И наша задача – просто замещать частично банковский долг долгом с долгового рынка. Вот и все. У нас нет желания сильно растить долг и беда. С другой стороны, нужно понимать, что компания торговая, которая тем более работает на международных рынках, она сегодня лишена, по сути, западного финансирования. И она частично лишилась такого важного инструмента, как отсрочки оплат от наших поставщиков, которые давали нам больше гибкости. Нам пришлось замещать все это, по сути, рублями, которые мы брали и в российских банках, соответственно. Компания практически все, что зарабатывает, инвестирует обратно в бизнес. Поэтому для нас это нормально. Как отреагирует рынок – это второй вопрос. Максим, да, но это в проспекте и было написано, про как раз санкционные риски и лишение западного финансирования. А вообще, как компания справляется? Не сложно ли будет в условиях санкционных рисков вот этот долг выплачивать? И вообще, куда пойдут средства? Как я и сказал, мы будем в основной части замещать банковские кредиты. Мы не собираемся сильно увеличивать кредитную нашу нагрузку через выпуск облигаций. Потому что облигаций точно так же надо гасить, как и любые другие обязательства. Мы это делаем всегда очень аккуратно и исправно. В целом, мы следим за долгом очень внимательно. В условиях санкционного давления мы работаем уже, соответственно, скоро как три года. Поэтому, естественно, мы знаем и понимаем, как это делать, и мы растем. Соответственно, мы нашли все инструменты, которые позволяют нам за ним справляться. Тем более, что, я бы сказал так, ситуация на нашем рынке даже была более жесткой в самом начале. Не потому что санкция, а потому что общий фонд был очень такой тяжелый. И для многих поставщиков работа с Россией была, ну, по сути, под таким большим вопросом в начале, что мы испытывали больше проблем, чем сейчас. Сейчас ситуация достаточно стабильная и, в принципе, прогнозируемая. Максим, диверсифицирование, привлечение капитала. И из того, что я услышал, что это было кредитование у банков, которое сейчас замещается. А были ли другие каналы и собираетесь ли все-таки прибегнуть к IPO? Ну, у нас нету на ближайшие годы такой задачи в повестке. Сказать, что мы никогда этого не сделаем, я не могу. Но в ближайшие пять лет эта тема у нас точно не на радаре. Спасибо большое, Максим Каширин, основатель и президент Simple Group. Возвращаемся в студию. Юрий, ну, прежде чем спросить мнение относительно того, что мы все обсудили, а что вообще происходит на рынке корпоративного долга? Я бы сказал, что основная идея, она в рамках того, что мы с вами обсуждали. Есть ключевая ставка, которая растет, поэтому по фиксированной ставке занимать особо никто не хочет. Ну, или практически никто не хочет. Есть флоутеры. Но во флоутерах есть опасения, что Минфин раньше занимал с символической премией над Руони. Сейчас они, скорее всего, вывалят очень много новых бумаг. И, может быть, если переводить их в термины спреда, то мы получим условную Руонию плюс 80, плюс 100 BP. И если раньше корпораты занимали Руония или ключ плюс 110, 120, 130 BP, то какой должна быть премия, если Минфин начнет занимать под Руония плюс 100? Соответственно, там идет сейчас негативная переоценка именно из-за этих Минфиновских страхов. Я могу только порадоваться за тех, у кого кэша много сейчас, потому что опции... Какую стратегию ты бы выбрал? Потому что у нас прозвучала интересная стратегия в девелоперах. Это спекуляции в рейтинге и стабильность, плюс доходность, ферты короткие. Либо все-таки это флоутеры ААА и ААА. Либо вообще не соваться в корпор, либо в ЭДО. Очень хорошо подобраны сектора. Я и про ипотеку ничего не знаю, и не брал ее никогда. И вино не пью последние пять лет. Мне нравятся самые высоконадежные корпораты. Все-таки никто не отменял, что экономика когда-то будет замедляться. Поэтому в среднем кредитный риск будет расти. Поэтому я скорее за самые надежные имена с месячными купонами. И разбавлять фондами денежного рынка. Спасибо. Это был Юрий Тулинов, старший вице-президент Офиса рыночных исследований стратегии Росбанка. И облигации главное.